Мы слышали во время этого конфликта, что украинские чиновники говорили о том, что у них нет запасного плана, плана Б на случай этого конфликта на Украине. И Зеленский в своем недавнем интервью CNN сказал то же самое. У нас нет плана Б. Мы хотим бороться до последнего украинца. И как вы думаете, что план Б для этой статьи в Азии, Томс говорит о том, что войска США в Молдове, это и есть план Б для Украины? Нет, никакого плана Б нет. Давайте просто прекратим этот бред прямо сейчас. Америка никогда не отправит войска на Украину. НАТО никогда не отправит войска на Украину, потому что это означает мгновенную смерть. У НАТО нет возможности проецировать силу, значимую силу на Украину. Франции потребуются месяцы, чтобы перебросить одну бригаду, пять бригад, ребята на Украину. Все они умрут в течение недели, а потом их некому будет поддержать. Что мы отправляем на Украину? Это крайняя степень глупости. Миру нужно очнуться и понять, что никакого плана Б для Украины нет. Украина погибнет жалкой смертью благодаря Западу. Она могла бы прекратить пытки уже сегодня, сдавшись, но никаких условий выдвинутой не будет. Ведутся разговоры о мирной конференции в Швейцарии, чтобы обсудить, что если русских не будет за столом переговоров, у вас не будет мирной конференции, не так ли? Что же пытается решить Европа? Условия, на которых что? Конфликт будет прекращен. Конфликт прекращается только тогда, когда Россия говорит, что с нас хватит. У России есть только один голос, который имеет значение. Итак, вопрос заключается в том, собираетесь ли вы сделать это легким или трудным путем. Легкий путь заключается в том, чтобы сдаться сейчас. Спасти жизни, спасти инфраструктуру. Трудный путь заключается в том, что Россия уничтожит Украину. Это уже решенное дело. Русские ясно дали понять, что после того, как это будет сделано, режима Зеленского не будет. Русские ясно дали понять, что Западная Украина не будет настроена так, как она настроена политически прямо сейчас. Ультранационалисты будут ликвидированы. Бондиризм будет уничтожен. На украинской земле не будет никакой остаточной неонацистской идеологии. Теперь, если украинцы будут вести себя разумно, Россия может позволить им сохранить Одессу и Карков, но только в том случае, если Украина будет настроена как суверенное государство, которое является частью политико-экономического союза с Россией и Белоруссией. В этом случае России нечего бояться ни Одессы, ни Харькова. Но если Украина хочет сделать это трудным путем, то Россия захватит Одессу, захватит Харьков и не оставит ничего, кроме этого жалкого оккупированного огрызка государства, у которого нет ни экономической жизнеспособности, ни устойчивости как национального государства. Украина никогда не будет частью НАТО. Украина никогда не будет членом Европейского союза. Это не входит в планы Украины. И давайте будем честны, Европейский союз никогда не намеревался принимать Украину в свои ряды. Что же они принимают в свои ряды? Эту несостоявшуюся нацию? Зачем Европейскому союзу делать это? Они разбрасываются обещаниями, лгут украинцам, машут морковкой перед их носом, но Украина никогда не станет членом Европейского союза, и она никогда не станет членом НАТО. Это жестокое и необычное наказание для Столтенберга, Бланкина и других говорить о потенциале. Мы строим мост к членству в НАТО. Что же, давайте назовем этот мост мостом Фрэнсиса Скотта Ки, и он рухнул в море, и его не будут восстанавливать еще очень-очень долго, если вообще когда-нибудь восстановят. Такова реальность. И именно в этом мы сейчас и находимся. У Украины нет будущего, у нее нет будущего. Все кончено. Приближаемся ли мы к заключительным дням этого конфликта? Мы в финале. Я имею в виду, что этот конфликт продолжается уже два года. Я не верю, что он продлится еще один год. Русские накапливают огромную военную мощь и уничтожают украинцев дотла. Чем быстрее продвигается Россия, тем более небрежно она это делает. Россия сейчас не заинтересована в том, чтобы нести потери. Так что Россия просто сотрет Украину в порошок, сотрет ее в порошок, сотрет ее в порошок и двинется дальше, когда там ничего не останется. Но это произойдет скорее раньше, чем позже. У Украины заканчивается все. У них нет противовоздушной обороны. Так что русские накопили эти планирующие бомбы, эти ФАБ, ФАБ-253, 500-е, 1500-е. Теперь у нас есть ФАБ-3000, и все признают, что российские военно-воздушные силы сейчас просто приходят. Нет ничего, чтобы сбить их. Они сбрасывают эти бомбы за пределами зоны действия любой противовоздушной обороны, которую могли бы сохранить украинцы. Эти бомбы приходят и убивают все. А затем российские силы немного продвигаются вперед, а затем украинцы отступают. Бомбы приходят и убивают все. Русские немного продвигаются вперед, и Россия будет играть в эту игру весь день напролет. У них, в отличие от Запада, который, по-видимому, не может производить артиллерийские снаряды, Россия производит много бомб, массовое производство этих бомб. И они собираются сбросить эти бомбы, и они собираются убить каждого украинца, который окажется перед ними. Вот так и будет вестись эта война. Она будет кровавой. Она будет уродливой. Это будет иметь разрушительные последствия для украинцев. И нет ничего, что могло бы это изменить. Нет никакого плана Б. Как ты видишь последние дни? Ты думаешь, что это будет так же, как это было во время нацистской Германии? Нет, русские в нацистской Германии. Знаешь ли, смотри, битва за Берлин стоила России 100 жизней. Россия не в том бизнесе, чтобы терять 100 жизней. Это не будет честной борьбой. Это не будет честной борьбой. Немецкая армия была очень боеспособной армией, даже до конца, хорошо дисциплинированными войсками, хорошим вооружением. С способностью до тех пор, пока они сохраняли боевую сплоченность, они представляли угрозу для русских на тактическом уровне. Украинцы больше не представляют угрозы для русских. Это массовое убийство. Я не верю ни единому слову британской разведки о том, что тысяча русских погибло сегодня, что русские понесли самый низкий уровень потерь, который они понесли за весь конфликт сегодня. Потому что они имеют такое подавляющее превосходство на поле боя. Но опять же, их задача сейчас не в том, чтобы быстро захватить территорию. Их задача просто убивать украинцев. И они делают это каждый божий день, пока захватывают территорию. Так что все люди, которые указывают на карту, говорят, ну, она почти не сдвинулась с места. Ну нет, но там было много территориальных изменений, знаете ли, на кладбищах, которые украинцам приходится копать, чтобы похоронить тела, извлеченные с поля боя. Так что вы знаете, это просто, это трагедия, но это трагедия, навязанная Украине Западом. И Украина приняла решение. Сейчас они даже говорят о том, что они собираются мобилизовать женщин. Так что Украина буквально совершает самоубийство, как национальное государство. Когда дело доходит до конфронтации, люди, которые так сильно поддерживают НАТО и говорят, что НАТО может сокрушить Россию, НАТО может сделать с Россией все, что угодно. Всегда на ум приходит мысль о том, что когда мы смотрим на страны НАТО сегодня, ни у одной из них не было серьезного опыта участия в реальной войне. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Потому что единственная страна, имеющая опыт ведения войны, это Соединенные Штаты после Второй мировой войны. Только Соединенные Штаты вместе с некоторыми странами в составе НАТО. У большинства из этих стран нет никакого опыта на поле боя, и они не знают, как это работает. И еще одна вещь, это характер этих войн, которые вели до сих пор Соединенные Штаты, которые совершенно отличались от того, что мы видели до сих пор на Украине. Во-первых, давайте просто исправим, что у Соединенных Штатов тоже нет боевого опыта. Мы просто потратили, знаете ли, средняя военная карьера, это сколько, 20 лет? Ну, 20 лет назад это было в 2004 году. И мы воевали в Ираке и Афганистане. Конфликт низкой интенсивности не имеет никакого отношения к тому, что происходит прямо сейчас. И мы не знаем, как вести современную войну. Мы не знаем, как воевать. Мы пытаемся переобучиться сами, но на это требуется время. Когда они говорят о военно-воздушных силах НАТО, я слышу, как многие люди говорят, ну что же, посмотрите, что мы сделали с Косово, будучи членами НАТО. Ну что же, вернитесь и посмотрите на воздушную кампанию НАТО в Косово. Это буквально тематическое исследование некомпетентности и эффективности. Да, они разгромили почти беззащитную страну, но воздушная кампания не была эффективной. В итоге погибло много мирных жителей. Это была неудачная военная кампания. Если бы у сербов была эффективная интегрированная противовоздушная оборона, НАТО потерпело бы поражение. На самом деле, натовцы чуть не разгромили сами себя из-за элементарной некомпетентности. Ты же знаешь, такова реальность воздушной кампании НАТО. И все же люди говорят, посмотри, что мы сделали. Посмотри, что они сделали с Ливией, у которой не было противовоздушной обороны. И ты знаешь, что они этим гордятся. Если бы НАТО столкнулась с Россией, с такой российской противовоздушной обороной, это стало бы концом НАТО. Их противовоздушная оборона не сможет победить русских. У них нет пилотов с боевым опытом. На днях я видел, как этот пилот F-16, Дэн Хамонт или что-то в этом роде, сказал, что добровольно отправится туда и поможет. И все такие, о боже, он самый опытный пилот F-16 в мире. У него нет боевого опыта в воздухе. Так насколько же он хорош? А его боевой опыт заключается в бомбардировках беззащитных стран. Насколько же он хорош? Нет, он тоже умрет в первый час, потому что не знает, что произойдет. Он поднимется в воздух на F-16, который не так уж хорош. Он поднимется в воздух, и русские собьют его. Или он попытается приземлиться на аэродроме, которого больше не существует. Я имею в виду, что глупость этих людей просто непостижима. Ты знаешь, нам нужно взглянуть на холодные суровые факты. Россия потратила два года на совершенствование искусства современной войны. И они очень хороши в этом. Являются ли они идеальными? Никто не идеален. Совершает ли Россия ошибки? Все совершают ошибки. Но ты знаешь, в мире боевых действий прежде всего пойми, что Россия знает теперь, как проводить операцию, нести потери, адаптироваться и продолжать идти вперед. Они могут выдержать удар. Никто на Западе не знает, что они могут выдержать удар. Никто на Западе не получал пощечин. Ты знаешь, так что же происходит, когда Запад сталкивается с таким бойцом, как Россия, который наносит ему удар. Может быть, он нокаутирует Запад с первого удара. А может быть и нет. Но теперь Западу придется отступить в свой угол. Он находится в оборонительной позиции. Россия просто собирается избивать его весь день напролет, потому что Россия знает, как драться. Они тренировались для боя. Запад тренировался для перестрелки на один или два раунда. Это все, что мы знаем, как делать. Подразделения размером с бригаду приходят быстро. Ты знаешь, авиация сокрушает врага. Вот и все. Россия готовится к 15-раундовому чемпионскому бою. Они готовы ко всем 15 раундам. Они готовы стать Мухаммедом Али и устроить триллер в Маниле, нокаутировав Джорджа Формана или я имею в виду Джо Фрейзера в 14-м раунде, потому что мы лучше. Они лучше населения. Они переживут население. Они будут наносить удары. Они будут выбивать из нас все дерьмо. НАТО не готовы к бою. Мы были на диване. Нас съели. Мы растолстели. Мы не тренируемся. Россия тренируется прямо сейчас. Что, по мнению НАТО, они собираются делать? Я имею в виду, что у вас есть эти крикуны, которые дрались и дрались в Косово. Вот в чем заключается их большой боевой опыт. И они говорят, что старая натовская военная мощь все изменит. Они не смогли победить в Косово. Они были некомпетентны в Косово. И теперь они хотят использовать эту некомпетентность, которая заключается в введении войны коалиции НАТО и применить ее против русских. Это крайняя степень глупости. Всякий раз, когда они говорят о конфронтации НАТО с Россией, они думают, что Россия будет одна. Ты думаешь, что в конце концов эти страны, такие как Беларусь, как Иран, даже Китай, ты думаешь, что если что-то случится между Россией и НАТО, эти страны останутся в стороне и ничего не будут делать по этому поводу? Ну, во-первых, мы знаем, что Беларусь не будет молчать. Если НАТО нападет на Россию, Беларусь автоматически вступит в бой. Ты знаешь, у Китая только что была встреча. Сид Зиньпин встретился с Сергеем Лавровым. И заявление, сделанное Китаем «Я был бы министром иностранных дел Китая» в конце этой встречи, состояло в том, что в то время как Китай и Россия никогда не сговорятся, чтобы напасть на третью страну, если НАТО или западные державы нападут на Россию или Китай. Они придут им на помощь и будут сражаться за них от их имени. Они также сказали, что Россия и Китай придут на помощь странам, которые подвергаются нападениям со стороны Запада, которые угрожают международной безопасности. Смотри, это означает, что это игра, сет, матч. Если НАТО вмешается в дела Украины, Китай вмешается. Теперь, означает ли это, что китайские дивизии появятся на Украине? Нет. Это означает, что Китай нападет на американские силы в Тихом океане. Китай использует весь свой экономический потенциал против Соединенных Штатов. Джанет Йеллен только что вернулась со встречи в Китае, где ей пришлось признать, что китайцы просто обводят нас вокруг пальца. «Мы такие жалкие. Они превосходят нас в конкуренции. Мы должны заставить китайцев измениться, потому что мы не можем конкурировать с китайцами. Их рыночная доля слишком велика. Их потребительская база слишком сильна. Мы не можем конкурировать с этим. Они производят товары слишком дешево». Да-да-да. По сути, китайский капитал — это более капиталистическая нация, чем Соединенные Штаты. Китай сокрушит американскую экономику, сокрушит мировую экономику. Китай всегда будет гарантировать, что у России есть рынок сбыта, чтобы она могла противостоять любым санкциям, которые будут введены против нее. И Россия не оставит Китай в покое, если Соединенные Штаты двинутся на Тайвань. Помните, Япония заявила, что хочет вмешаться в такого рода борьбу. Будет ли тогда Россия расширять войну на Японию? Если Япония и Южная Корея решат, что они хотят бороться с Северной Кореей, Россия и Китай вмешаются в эту борьбу. Мир изменился. Больше не будет американских издевательств. НАТО больше не сможет нападать на страны, разрушать их и отстранять их лидеров от власти. Россия вмешается. Что это говорит о Сербии? Что будет делать Россия, если НАТО предпримет какие-то действия против Сербии из-за Косово? Россия заявила, что когда международный мир и безопасность окажутся под угрозой, Россия и Китай вмешаются. Это новая реальность. И опять же, мы говорим о НАТО, которая не может развернуть бригаду в Литве быстрее, чем за три года. Я имею в виду, что это Германия, одна из сильнейших держав НАТО. У них не осталось боеприпасов. У них ничего не осталось. Франция не может отправить бригаду в Украину, не обанкротившись. У них нет устойчивости. Такова реальность НАТО. Ты же знаешь, что все те самолеты, о которых они хотят говорить, отдавая их, Греция собирается отдать, что 32 F-16. Все эти F-16 полностью сломаны. Я имею в виду, что это все равно, что хвастаться тем, что я отдал свою коллекцию корветов 1986 года выпуска. Ты же знаешь, что этого не было, и это не работает. Двигатель не работает. Ремонт обойдется тебе в миллион долларов, но ты получишь корвет. Ну нет, тебе не нужен этот корвет. Он не работает. Все эти F-16, о которых говорят люди, не являются хорошими новыми первоклассными F-16. Это сломанные истребители. Большинство из них не могут летать. Сколько из этих греческих F-16 могут подняться в воздух прямо сейчас? Немного. Они должны быть отремонтированы. Они должны быть приведены в порядок. Кто за это заплатит? Это будет сделано на земле в Украине. Ты собираешься разместить их на аэродроме Франциса Иванова. Россия просто полностью уничтожит его. Глупость людей, которые думают, что НАТО актуальна сегодня, выше моего понимания. Одним из ключевых элементов этого конфликта, который привел к победе России, является артиллерийский снаряд. Во время этого конфликта они использовали 150-мм снаряды. И мы знаем, что когда этот конфликт начался, украинцы использовали тот же калибр. И во время этого конфликта они отправили им 155-мм, 152-мм, если я не ошибаюсь. И это было похоже, что во время этого конфликта в Украине царил беспорядок. Как ты видишь этот случай с украинской армией? Смотри, когда все было плохо, у Украины была артиллерия советской эпохи, 152-мм, 122-мм в первую очередь. То же самое, что и у русских, тот же калибр. И у Украины были обширные запасы этого оружия, но современная война — это война артиллерии. Я просто поправлю тебя на этот счет. Я имею в виду, что то, что позволило России победить, — это русский солдат, а не русская артиллерия, русский солдат. Русский солдат использует много оружия. Артиллерия — это одно из них. Но то, что дает России возможность преобладать на поле боя, — это русский солдат. Это более жесткий солдат, чем ему приписывают на Западе. Солдат, который может вынести много боли, много страданий, солдат, он очень компетентен. И Россия доказала это на протяжении веков. Русский солдат — это то, что дает российской армии ее возможности. Артиллерия это отличное оружие, и русские используют его очень хорошо, но именно русский солдат делает это. Это не просто какое-то оборудование, это кровь, душа, сердце, которые привязаны к ногам и ботинкам, и именно это делает российскую армию такой, какая она есть сегодня. Но у российской артиллерии, как вы знаете, ее много. Россия сделала упор на артиллерийские обстрелы на поле боя, а не на авиацию. НАТО это место, где говорят о непосредственной поддержке с воздуха и артиллерии, и непосредственная поддержка с воздуха и артиллерия работают вместе в рамках общевойскового подхода. Что касается России, то непосредственная поддержка с воздуха, а не артиллерия, артиллерия, артиллерия. Так что Россия выпускает гораздо больше артиллерийских снарядов, чем Украина. И когда украинская авиация была выведена из игры, так сказать, как решающий фактор на поле боя, у Украины не было достаточной артиллерии, чтобы противостоять русским. Вы имеете дело с недостатком 6 к 1, 10 к 1, так что русские смогли доминировать на поле боя с точки зрения огневой мощи. И чтобы соответствовать этому, Украине пришлось израсходовать много боеприпасов. Выжигаете стволы. Вы должны понимать, что вы не можете просто сидеть там и стрелять по мишеням, чтобы ствол прослужил вечно. Выжигаете стволы. Если у вас нет запасных стволов на объектах, где вы можете заменить стволы, вы теряете артиллерийские орудия. Но у них закончились боеприпасы задолго до того, как у них закончились стволы. И так у них есть пушки, 152, 122, у них нет боеприпасов. Первое, что пыталось сделать НАТО, это скупить старые боеприпасы Варшавского договора, которые были в бывших странах Варшавского договора, Польши, Чехии и так далее. И покончить с этим. Украинцы израсходовали их. Они объехали весь мир и попытались купить то, чего у них не было. Но другая проблема заключается в том, что у украинцев были артиллерийские системы, эти советские зенитные артиллерийские системы. У них также была проблема с дальностью стрельбы. Это были не самые дальнобойные системы. У русских были более современные версии, которые могли их превзойти. Поэтому Запад пытался дать Украине 155-мм артиллерию, которая является западным стандартом, и различные калибры, чтобы дать им большую дальность стрельбы. И поэтому они предоставили им эти системы. Но одна из проблем заключается в том, что они не предоставляют им необходимое количество артиллерийских систем. Так что украинцы просто снова сжигают стволы. И теперь эти системы нельзя обслуживать в Украине. Их нужно вывести из строя, чтобы они стали неэффективной системой. И еще одна проблема — это 155-мм артиллерийский снаряд, который НАТО никогда не планировал. Помните, генерал Кристофер Кавелли сказал в 2023 году о боевых действиях, что масштабы насилия превосходят воображение? Воображение — это то, что движет всем в военном планировании. И если вы представляете себе конфликт для своих вооруженных сил, вы должны купить артиллерию, которую вы собираетесь складировать, артиллерийские снаряды. Итак, у НАТО был запас на случай определенного вида войны, и они ежегодно пополняли его, чтобы удовлетворить потребности в обучении или заменить, знаете ли, устаревшие боеприпасы. Но они не создавали военный фонд. С другой стороны, у России есть огромный военный фонд, и они мобилизовали оборонную промышленность, и они способны производить артиллерийские снаряды. И они способны закупать артиллерийские снаряды у Северной Кореи, и у них никогда не закончатся боеприпасы. У Украины закончились боеприпасы. У Запада закончились боеприпасы. У них не осталось боеприпасов, чтобы дать украинцам. У них закончились 15 миллионов 500 тысяч артиллерийских снарядов. Так что теперь у них есть, знаете ли, несколько орудий НАТО, но нет боеприпасов. У них есть несколько старых советских зенитных орудий, но нет боеприпасов. Тем временем, у России есть только их стандартные российские орудия. Они модернизируются. Они создали новые системы, обладающие большими возможностями, но у них никогда не закончатся боеприпасы. Итак, Россия — это просто еще одна область, в которой Россия доминирует в этой войне. Как вы думаете, учится ли НАТО на этом конфликте в Украине? Потому что, когда они отправляли эти танки в Украину, они думали, что это станет переломным моментом. Земля, на которой они сейчас сражаются, — это равнинная местность. Она совершенно не похожа на холмистую местность. И в этом заключается разница между танками, и именно поэтому танки НАТО станут хорошей мишенью для русских. Нет, я имею в виду, что я не согласен с этим. В основе лежит анализ. Ты знаешь, местность в Украине, да, отличается, но она не отличается от, например, плоских равнин Северной Германии. Где мы планировали вести крупные сражения с советами во время Холодной войны, где многие или все танки, которые в настоящее время находятся на вооружении НАТО, были спроектированы для ведения боя. Один из танков «Абрамс» был спроектирован для борьбы с советами в Германии. «Леопард» был спроектирован для борьбы с советами в Германии. «Вождь» был спроектирован для борьбы с советами в Германии. Леклерк был спроектирован для борьбы с Советами в Германии. Проблема в том, что в течение 20 лет мы перестали думать о крупных наземных сражениях в Европе. Танки отправились на склад, и мы не тренировались с ними. Мы не думали о них. Мы не модернизировали их. Мы не модернизировали их броню. Мы были так сосредоточены на том, как убивать афганские свадебные вечеринки, и как убивать мирных жителей Ирака, что мы забыли, как вести настоящую войну. Так что проблема в том, что, а, эти танки старые. Это не новые танки. Они старые. И, во-вторых, мы не модернизировали их. Да, новые американские танки имеют некоторую дополнительную броню, но реальность такова, что танк — это не непобедимая система. Каждый танк может быть уничтожен. Ошибка, которую мы совершили, заключалась в том, что мы сидели там и говорили, что наши танки лучше. Мы лгали себе и украинцам о превосходстве западных технологий. Западные танки горят ничуть не меньше, чем российские танки. Такова реальность. Другая реальность заключается в том, что когда вы строите танк, предназначенный для боевых действий в Западной Европе, вы знаете, вы строите танк, который выдержит дорожную сеть. Выдержит мосты. На Украине нет инфраструктуры, способной справиться с 60-тонным танком. И поэтому все застопорится и так далее. Но это нормально. Танки должны выживать, знаете ли, в любых условиях. Неместность победит танк. Это тот факт, что мы больше не знаем, как вести танковую войну. Мы не тренировались для этого. Мы не практиковались для этого. У русских есть. Они готовы к этому. У них есть оружие, способное уничтожить наши танки, и они доказывали это снова и снова и снова. Ты же знаешь, в чем дело. Мы просто больше не знаем, как это делать. Мы забыли, как это делать. Мы не тренировались для этого. И наше оборудование отстой. Это ты знаешь, я думаю, ты знаешь. Мы также позволили себе ты знаешь для того, чтобы вести ту войну, к которой мы готовились в 1980-х годах. У нас было встроено огромное количество возможностей для логистики и технического обслуживания. У нас этого больше нет. Мы потеряли все это. Мы больше не действуем элементами размером с ядро. Мы действуем элементами размером с бригаду, где, возможно, находится штаб дивизии. Ядро занимается административной работой, но мы больше не знаем, как поддерживать силы размером с ядро, состоящее из нескольких дивизий, в полевых условиях. Как поддерживать техническое обслуживание. Мы стали дешевыми, потому что это дорого. Так что сейчас мы заключаем все контракты с гражданскими лицами в тылу, но тыл не поможет тебе в войне, где ты прорываешься сквозь технику. Тебе нужна быстрая возможность отремонтировать ее и вернуть на поле боя. У русских есть эти огромные складские помещения, и когда что-то разрушено или повреждено, они вытаскивают это, переоборудуют и возвращают в строй. У нас этого нет. Мы вывозим вещи. Нам приходится привлекать гражданских подрядчиков, и это занимает много времени, потому что они тянут время, потому что зарабатывают деньги. Все дело в зарабатывании денег. Дело не в том, чтобы поступать правильно. Эти российские солдаты-срочники или профессиональные механики, вы знаете, они работают за зарплату, которую получает российский солдат. Они делают это, потому что это их работа. Это ваш патриотический долг. И они делают это хорошо. Есть и другие мотивирующие факторы. Сколько людей на Западе воюет из чувства патриотического долга? Сколько людей записалось в армию США, потому что они сказали, «Я люблю свою страну, я хочу умереть за свою страну». Или они сказали, «Я безработный». «Мне нужна работа с льготами на бесплатное обучение в колледже», или «Мне нужна медицинская помощь», или «Я просто хочу сбежать от дерьмовой жизни в глуши в Америке». И теперь они, ты знаешь, они там, в армии, они вступают в нее, думая, что ты знаешь, в худшем случае тебя отправят на Ближний Восток и так далее. Теперь им говорят, «Нет, ты пойдешь воевать против русских». Они собираются убить вас всех, потому что они знают правду. Поверь мне, американский солдат в этом подразделении знает правду о том, что происходит. Он видит, что нужно, чтобы вывести это танковое подразделение на поле боя. Он видит некомпетентность их руководства, пока они пытаются разобраться в том, что происходит. Он понимает, что если они пойдут против России, это будет игра, сет, матч России. Так что я не думаю, что мы должны пытаться найти оправдание некомпетентности Запада в области бронетанковой техники. Дело не в рельефе местности в Европе. Дело в некомпетентности Запада. Похоже, что Соединенные Штаты начали продавать оружие Киеву за деньги. Откуда, по вашему мнению, берутся эти деньги, если они не получили их от Запада, от Соединенных Штатов? Ну, о каком оружии вы говорите? Потому что то, что я видел, это то, что Соединенные Штаты привлекли, знаете ли, пару сотен миллионов долларов здесь, пару сотен миллионов долларов, или они не были потрачены раньше, или они выжили что-то из бюджета. Но мы не обеспечиваем украинцев огромным количеством техники. Мы выскребли дно бочки. У нас ничего не осталось. И до тех пор, пока Конгресс не выделит эти 60 миллиардов долларов для Украины, там ничего не будет для Украины. Нам нечего дать Украине. Зеленский в недавнем интервью признал, что контрнаступление не работает на украинцев. Как вы думаете, он действительно понимает, что если Трамп победит, это станет последней точкой для его администрации? Или? Ну, я имею в виду, если таково его мышление, давайте просто подумаем об этом. Если Трамп победит, во-первых, это означает, что вы продлеваете это до ноября, а это означает, что вы продлеваете это до января, потому что Трамп будет. Ты действительно думаешь, что Украина будет здесь в ноябре и январе? Я имею в виду, что это бредовое мышление со стороны Зеленского. Каков фактор устойчивости потенциала украинского сопротивления в период с настоящего момента до ноября? Есть причина, по которой русские, как и многие русские, которые являются ответственными людьми, говорят о серьезных изменениях этим летом. Есть причина, по которой украинское правительство, украинские политики, бежавшие из Украины в 2014 году, говорят о возможном возвращении в Киев в 2024 году, потому что украинцы не могут продолжать эту борьбу. Они не могут продолжать эту борьбу. У них нет плана Б. Газета New York Times написала статью, в которой говорится, что конфискация замороженных российских активов — ужасная идея. Мы знаем, что это значит, когда New York Times говорит об этом. Как вы думаете, что в конечном итоге администрация Байдена приходит к выводу, что это не очень хорошая идея? Ну, они знают, что это не очень хорошая идея. New York Times разговаривает с управляющими деньгами в Уолл-стрит, людьми, которые управляют портфелями. Если вы хотите, чтобы доллар умер мгновенно, если вы хотите, чтобы доверие к нам было уничтожено мгновенно, идите и крадите резервы стран, которые доверили эти резервы западным банкам. Эти люди немедленно заберут все свои деньги и найдут другие способы сделать это. Вы знаете, в течение многих лет я слышал, как люди говорили, что никто не уйдет от доллара, потому что они не могут себе этого позволить. Что же мы сделали так, что если мы начнем красть ваши резервы, вы не сможете остаться с долларом? Потому что вы не можете себе этого позволить. Потому что то, что говорят Соединенные Штаты, это то, что в любое время, когда у нас возникнут разногласия с вами, мы можем заморозить ваши активы и украсть их. Кто хочет вести бизнес? Вы бы вложили свои деньги в банк, который сказал бы, эй, в любое время, когда нам не понравится то, что ты делаешь, Скотт Риттер, ты будешь в подкасте. Нам это не нравится. Так что мы собираемся заморозить твои деньги и забрать их у тебя. Я говорю, что я больше не буду класть свои деньги в твой банк. Вот что произойдет. Если мы сделаем это с Россией, никто не будет доверять этой системе. Все деньги сбегут, и глобальная экономическая система в противном случае рухнет. Вот что они говорят. Это не очень хорошая идея. Ты же знаешь, что в банковском деле нужно иметь какое-то доверие. Как ты можешь доверять стране, которая просто хочет украсть сотни миллиардов долларов? Украсть. Мы признаем, что это кража. У нас нет законного права замораживать эти активы, и у нас определенно нет законного права красть их. Черт возьми, мы уже крадем прибыль. Ты же знаешь, потому что эти деньги находятся в банке. Это большие деньги. На них начисляются проценты. И поэтому мы уже получили проценты за то, что отдали их украинцам. Это кража. В конце концов, нам придется вернуть русским деньги. В конце концов, когда все это закончится, Западу придется обратиться к России и сказать, о, нам очень жаль, мы собираемся вернуть вам ваши деньги и заплатить проценты. Ты говоришь, что этого никогда не случится. Спроси иранцев. Мы заморозили их активы, когда Шах был отстранен от власти, чтобы окончательно рассчитаться с Ираном в рамках совместного всеобъемлющего плана действий ядерной сделки. Мы должны были вернуть им их деньги с процентами, с процентами, потому что только так устроен мир. Вороство неприемлемо. Россия не проигрывает эту войну. Россия выигрывает эту войну. Россия сильнее, чем когда-либо, потому что теперь у нее есть отношения с Китаем, которые сильнее любого договора. Россия и Китай гарантировали, что они оба выживут, что бы не сделал с ними Запад. И следовательно, в конечном итоге, как выяснила Джанет Йеллен, этот экономический союз, который будет создан между Россией, Китаем и развивающимися странами, настолько велик, что Западу придется либо научиться работать с ними, либо умереть, потому что мы не сможем конкурировать с ними. И поэтому, если мы хотим научиться работать с ними, мы не можем красть у них деньги. Опять же, это высокомерие и глупость антироссийской толпы. Позвольте мне выразиться так. Если вы занимаетесь глобальным экономическим анализом, независимо от того, связан ли он с энергетической безопасностью, развитием или чем-то еще. И вы по-прежнему придерживаетесь западноцентричной точки зрения, вы не правы. Сейчас там много русофобии, там много сенофобии, ты знаешь, там много предубеждений, встроенных в систему. Эй, менеджеры, проснитесь. Увольте людей, которые работают на вас и которые не желают открывать глаза на реальность России и Китая. Увольте их сейчас, потому что они разрушают вашу компанию. Они разрушают ваш бизнес. Это мир, ориентированный на кирпичи. Мир находится в процессе трансформации. И если вы сидите там и говорите о Западе, говорите о большой семерке, говорите о большой двадцатке, говорите о всякой чуши, которую Запад выбрасывает там, и которая терпит неудачу по всем направлениям. И вы не говорите о кирпичах. Вы говорите о неправильных вещах. Поэтому вам нужно принять участие в том, чтобы система, которая возникнет, была западной кирпичной системой. Но если вы продолжите игнорировать кирпичи, кирпичи продолжат игнорировать Запад и разовьют свой собственный центр притяжения, независимый от Запада, и вы останетесь позади. И если ваша работа заключается в том, чтобы управлять западными экономиками, вы просто направляете их на свалку. Увольте людей, которые не имеют непредвзятого отношения к России. Это не значит, что вы должны быть по-российски настроены. Это не значит, что вы должны быть про-путински настроены. Вы просто должны относиться к этому разумно. Вы должны быть осведомлены об этом. Если вы не желаете быть осведомленным о России, о знаниях России, вы в некотором роде бесполезны.